Вопрос. Почему вера в Писание идет после веры в ангелов и до веры в посланников в хадисе от посланника Аллаха, салаллаху алейхи васалям, уверовать в Аллаха, в ангелов, в Писание, в посланников в последний день и в предопределение всего хорошего и плохого? Ответ. Хвала Аллаху. Откровение своим пророкам, дает откровение своим пророкам миром через ангелов. Аллах сказал, он не спосылает ангелов с духом, он не спосылает ангелов с духом, откровением, по своему велению тому из своих рабов, кому пожелает. Также он сказал, верный дух, верный дух Джибрииль сошел с ним на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает. Так как было установлено, что откровение люди получают через ангелов, а ангелы являются посредниками между Аллахом и людьми, то по этой причине ангелы упомянуты на втором месте. Подтверждая эту тайну, Аллах сказал, Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. Нет божества, кроме него, могущественного мудрого. Третье место – это вера в Писание. Писание – это откровение, которое ангел получает от Всевышнего Аллаха и доводит до человечества. Поэтому вера в ангелов предшествует вере в книги и Писание, а о вере в книги говорится после по этой же причине. Четвертое место – это вера в посланников, ведь именно они получают свет откровения от ангелов, поэтому вера в посланников упоминается на четвертом месте. Об этом в своем толковании Корана упомянул Арразий, а также смотрите в комментарии из А.Д. к Ат-Тавсиру Аль-Байдауи, том 2, страница 694. Ат-Тибий сказал, упоминание веры в ангелов предшествует вере в книги и посланников, и они следуют по порядку. Аллах, Великон и Всемогущ, отправляет ангела с Писанием посланнику. Такой порядок показывает тонкости в коранической науке и дает представление о подробностях, но не приводит к каким-либо изменениям в убеждениях и в нормах. Аллах уведомо лучше.